Сейчас мы с вами обсудим некоторые параметры, которые указывают на то, что арбуз спелый или не спелый, сладкий или безвкусный. Первое это симметричность формы и тяжесть. Если арбуз симметричен, тяжелый, значит сладкий. Внимание, важный факт. Стук по арбузу не является надежным методом определения спелости, поскольку наоборот может указывать на то, что арбуз переспел и внутри, в центре вы обнаружите спорченый, оказывается. Если арбуз симметричен и тяжелый для своего размера, это говорит о том, что арбузик будет сладкий. Если же мы посмотрим на вот это вот пятнышко, если пятно белого цвета или светло-зеленого, то это говорит о том, что арбуз будет скорее всего безвкусный. А если же оно приобрело кремовый желтоватый оттенок, то это хорошо, арбуз будет вкусным и сладким. Запомнили, если пятно кремово-желтого цвета, то будет насыщенный вкус. Если арбуз блестящий, то это не очень хорошо. Это говорит о том, что он не спелый, самый главный фактор. А если вот он уже стал матовым, как здесь, мы видим с вами, и тусклым, то это как раз таки хорошо, он будет спелым. Убирайте ручки аккуратненько, ну хрустит он, но я думаю, не позрелось, потому что он что-то светлый с ним. И он, видите, не отваливается. О, так неплохой, какой-то желтый. Давай быстрее пробовать. В Белоруссии арбузы такие, не все одинаковые. Полина, ты пробуй арбуз. Даша, это арбуз с огорода, будешь пробовать? О, давай. Будешь? Нет, нет, нет. Это прям варш? Да, поэтому интересно. Даша, как ощущения? Сладкие. Вкусненькие? Да, он прям такой сушеный, он не накапал. Но по цвету почему-то он весь желтенький чуть-чуть. Нет, он на самом деле вкусный. Ммм, ну как это интересно. Даша хочет попробовать. О, очень вкусно пахнет, прям очень вкусно и сочно. Вы любите дыньки? Уже в какой раз я спрашиваю? Ведь я знаю ваши ответы, все любят дынь. А, какая сочная. А я не люблю. Да. Но выращиваю для семьи. Да. Посмотрим, в этот раз она будет сладенькая или нет. Если я призналась нею. Я самая сильная на земле. Аааа. Аааа. Ааа.